Когда у меня бывают припадки, то удивительные симптомы. Приезд в провинциальный город богатого князя, хоть и с психическими расстройствами, скружил всем головы. Местная светская львица уже готова выдать за старика свою дочь. В интригах повести Достоевского вот уже полгода разбираются актеры Народного театра имени Васильевых. Для них спектакль «Дядюшкинсон» – серьезная работа. Имя классика обязывает. Это было очень экстремально, потому что сроки поджимают. Нужно столько всего было успеть сделать. Объем спектакля просто гигантский, колоссальный. У нас еще не было таких масштабных постановок. И учитывая, что остаются там три недели, а еще это надо сделать, то надо сделать. Это вообще ужасно просто. Много времени актеры работали с текстом, пытались сократить, но в итоге спектакль идет более двух часов. А вот с декорациями и нарядами долго не мудрили. Для постановки шили пять костюмов. Остальные позаимствовали у театра драмы. Также переделали платья, в которых играли женитьбу Бальзаминова. И под спорты пьяно доставили обеих пигурец перед князем влезать казачка. Но вы знаете слабость этого князя? Он так и растает. Формы, говорит. Формы. Ворнетку на них смотрят. Они-то отличаются, две сороки. Прошла премьера спектакля с аншлагом. Неудивительно, ведь ее долго ждали. Дядюшкин сон должны были показать еще осенью. Но режиссер Сергей Малков решил еще поработать над спектаклем. Тогда отменили и поездку на театральный фестиваль в Хабаровске. Наверное, очень хорошо, что мы тогда не съездили, потому что мы очень хорошо поработали. Мы проникли больше в глубину. Ребята освоились, обжились в своих персонажах. Спектакль получился для поездки изумительный. Декорация четыре стула. Можно даже стулья не вести. Только чехлы для стульев, костюмы и персонажи. Все. После премьеры на Благовещенской сцене актеры расслабляться не собираются. Будут готовиться к весенней поездке в Хабаровск. Актеры надеются, что дядюшкин сон там пройдет тоже при полном зале. Наталья Погодаева, Василий Пронькин, Альфа Новости.